Вот такие изделия мы выпускаем, вы уже знаете. Это все лицензировано. Изделия из камня выпускают у нас три подразделения. Четвертая, шестнадцатая и седьмая. Начальник ГУФСИН России по республике Башкортостан Виктор Шалыгин знакомит гостей с продукцией, которую производят осужденные. Выставку организовали в честь праздника. 135 лет исполнилось со дня создания в России уголовно-исполнительной системы. В уголовно-исполнительную систему, тогда еще называлось УИТУ, Управление исправительных трудовых учреждений, я пришел в июне 1987 года. В отдел я пришел, такое называлось, производственное дело называлось. В этом отделе было отделение коопераций. Мы работали по кооперации с УМПО, работали с заводом Кирова, с ламповым заводом, с заводом приборостроительным. В общем, со всеми предприятиями, которые существовали в республике, у нас были копилерные связи. То есть мы организовывали трудосужденных по схеме, что нам предоставляли документацию, образцы, металл. Мы покупали по этой делу и выпускали продукцию, которая потом реализовывалась уже заводом и предприятиями, с которым мы работали. С распадом Советского Союза такое сотрудничество прекратилось. Это был сложный период, вспоминает Сергей Николаевич. Произошел спад производства. Но сейчас уголовно-исполнительная система республики может гордиться производством. Прежде всего, литейным и производством автозаков. Всего же в Башкортостане работает 5000 осужденных. Это 35% отбывающих наказания. Я вам скажу, что мы первые в России в свое время в республике приняли закон о социализации осужденных, освобождающихся из мест лишения свободы. Может быть, тогда немножко другой период был. У нас были государственные еще предприятия. Сейчас сложно собственников заставить, чтобы он взял на работу тех, кто освобождается из мест лишения свободы. Но, тем не менее, я думаю, давайте поработаем, вернемся к этому закону. Может быть, найдем еще какие-то рычаги, воздействия. Потому что люди, освободившиеся из мест лишения свободы, они должны иметь право обеспечить свою жизнь, а не быть на содержании государства. Осужденные работали всегда, в советские годы, даже в три смены. Делали продукцию на экспорт и порой получали зарплату больше, чем сотрудники. 400 рублей. В то время помнит Александр Григорьевич. Работать в уголовно-исполнительную систему он пришел в 1960 году. В основном работали кто? Бывшие фронтовики, которые после фронта, еще не залечив ранения, пришли на службу в органы. Сейчас я иногда бываю в подразделениях, я все время сравниваю со службой в армии. У нас таких условий, казарменных, не было. И постельных, и другие. А сейчас в отряд придешь, это такой уют, такая заправка коек, порядок, телевизоры и прочие. Намного, конечно, лучше условия содержания. Сегодня в ГУФСИН России по республике Башкортостан служит более 5,5 тысяч человек. Количество осужденных сокращается. Такая тенденция наблюдается по всей России. Сейчас в нашей стране 680 тысяч осужденных. Три года назад их было на 19% больше. Александр Григорьевич вспоминает, что раньше отбывало наказание много молодежи. Тогда в республике работало две колонии для несовершеннолетних. Сегодня одна. Говоря о численности спецконтингентов в наших подразделениях, необходимо также отметить тенденцию ее сокращения на протяжении ряда лет порядка 7%. В настоящее время в 19 подведомственных подразделениях она составляет около 14,5 тысяч осужденных и следственно арестованных. Наказание, не связанное с лишением свободы, отбывают 15 тысяч человек. Основной массив совершенных преступлений составляет преступления против личности. 26% – это за убийство, причинение тяжкого вреда здоровью. Преступление против собственности – 25%. Кража, грабеж, разбой. Преступление, связанное с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ – 14%. Общая протяженность линии охраняемых объектов составляет свыше 14 километров. 14 километров границы между обществом и преступностью. Редактор субтитров А.Семкин